Сокол ПЕСНЯ Парады войск московского гарнизона на Красной площади. Они родились вместе с Московским военным округом, созданным в далеком 18-м по инициативе Владимира Ильича Ленина. На первом нашем параде враги злорадствовали. Совета демонстрирует свою армию. Забавно. Друзья радовались. Уже первый парад показал растущую мощь Красной Армии, которой предстояли суровые испытания. Товарищи Красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России, желая восстановить власть, да я, власть доместников, власть капиталистов. Нет, этого не бывает. Красная Армия непобедима. С первых дней гражданской войны на плечи округа легла основная тяжесть борьбы с интервентами и белогвардейцами. Здесь решалась судьба Советской России. За прошедшие шесть десятилетий, благодаря заботам партии и правительства, вооруженные силы достигли небывалых высот в своем развитии. Но партия учит успокаиваться нельзя. Нужно быть постоянно в боевой готовности. Нужно учиться тому, что потребуется на войне. Об этом еще раз напомнил на 31-й партийной конференции округа министр обороны, маршал Советского Союза Устинов. Учить тому, что необходимо на войне, этот принцип, было и остается основополагающим во всей деятельности вооруженных сил. Главным боевым обучением войск является выполнение задач тактической и огневой подготовки, совершенствование способов боевых действий. И не просто выполнение этих задач, а выполнение непременно, непременно с высоким качеством. Особое внимание следует уделять изучению и освоению боевой техники и оружия. Сегодняшний московский военный округ – это техника. Сложная, разнообразная. Она в надежных руках защитников Родины. Московский военный округ заслуженно называется арсеналом и научной лабораторией нашей армии. Здесь проходят испытания, новые виды боевой техники и вооружения. В условиях современного боя воину нужно с максимальной эффективностью использовать возможности боевой техники, воплотившей все новейшие открытия науки и достижения инженерной мысли. Задача номер три. Условие. Цель. Мишень номер 12. Танк. Дальность до цели 2200 метров. Сержант Абрамов. Я. Какие необходимые поправки должны вы взять в данных условиях? Поправка плюс 100 метров. Дальность 2300 метров. Правильно. Садитесь. Есть. Чтобы в совершенстве владеть современной техникой, нужен труд. Ежедневный, упорный, с полной отдачей всех физических и духовных сил. Труд в полнакала в армии не мыслим. Трудимся мы во имя безопасности нашей Родины, во имя спокойствия на земле, во имя того, чтобы предотвратить войну. Война. Наш народ знает, что это такое. Великая Отечественная. Прямо с парада уходили воины на фронт, на передовую. Враг рвался к Москве. Снова, как в годы Гражданской войны, здесь решалась судьба Родины. Выдающиеся победы Красной Армии под Москвой и на Курской дуге стали значительными вехами на нашем долгом и трудном пути к Великой Победе. После войны английский фельдмаршал Монтгомери в назидание всем любителям походов на Россию напишет такие слова. Не ходи на Москву. Трезвый, объективный вывод. Его подсказали итоги войны. И немалый вклад в эти итоги внес Московский военный округ. Парад 45-го. Величественный апофеоз победы на Красной площади. И сегодня мы, солдаты 80-х, с гордостью проходим парадом по легендарной брусчатке. Мы гордимся, что страна доверила нам служить в Московском военном округе. Дело нашей чести оправдать это доверие. Оправдать звание вооруженного защитника Родины. К этому нас обязывают героические традиции округа. Конституционный долг. Безграничная любовь к отчизне. Наша сила в высокой идейности, преданности делу коммунистической партии. Вооруженные идейным наследием великого Ленина, мы приумножим героические свершения старших поколений. Поздравляю вас с уступлением в Ленинский комсомол. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия. Спасибо. По правому флангу внезапно открыл огонь пулемет противника, находящийся в районе водокачки. Служба наша, это непрерывная учеба. Вот в таких классах, оснащенных самым современным оборудованием, проходим мы военно-техническую подготовку. Начали. Летовой удалов. Вы затягиваете знаки. Город, плавнее движение кисти. Здесь должна быть на уровне включая. Город, плавнее движение кисти, угол, место 5-0. Поезд. Город, плавнее движение кисти. Автомат. Весь автомат. Проберем перейл, пассивный полет. Включите ЖС. Весь в ЖС. Город, плавнее движение кисти. Город. Цель поражена. Солдатская школа не только класс с четырьмя стенами, а каждая минута нашей армейской жизни. И днем, и ночью. В армии на первом месте практика. Нет практики, нет успеха. Успех никогда не приходит случайно. Он всегда результат труда и знаний. А знания нужны безграничные. И, прежде всего, будущим командиром. С первых дней своего существования Московский военный округ является кузницей командных кадров. Требования к командирам растут стремительно. Приходя в войска, бывшие курсанты совершенствуют профессиональную и методическую подготовку и в классах, и в поле. Лес зеленый, гора крутая. Я Пантера. Прием. Пантера. Я Сокол-2. Вас понял. Прием. Товарищи офицеры, ориентирую. Передний край обороны противника проходит по рубежу. Опушка леса, дамба, высота... Полевая выучка, ведущая звено в боевой подготовке. Именно в поле мы получаем необходимый опыт поведения в опасной ситуации. Стихия войны — это опасность. А человек — решающая сила на войне. В каком бы роде войск мы ни служили, везде и всегда от нас требуется физическая выносливость. Московский военный округ богат славными спортивными традициями. Спортсмены округа участвуют на окружных, всеармейских и на международных соревнованиях. Успешно выступили армейцы и на играх 22-й Олимпиады. Спортсмены московского военного округа не раз поднимались на пьедесталы и почета, украсив праздник всемирного спорта волнующими рекордами. Не только спортом полнится наша армейская жизнь. Любим мы солдатскую шутку, огневую пляску и песню. Орден Ленина, округ поелый, сердце отчизны хранишь ты бессмела. Ярко пылает на стяге звезда, округ московский на страже всегда, округ московский на страже всегда. И вот, наконец, пришла пора участвовать в главном воинском экзамене, в крупных учениях. Это проверка нашего умения защищать Родину. В условиях, приближенных к боевым, проверяются морально-политические и психологические качества. Основа основ боеспособности. Говорят, без запевалы и песня не поется. А у нас с запевалами во всех делах выступают коммунисты. С самого начала учений настраивают они нас на высокий порыв. И мы не подведем. Будем действовать, как в настоящем бою. Здесь проверяется наша боеготовность. Это не только способность в любой момент вступить в бой, но и способность выиграть его, победить. Для этого нужно превосходить противника во всем. И, конечно же, в боевом мастерстве. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во все времена на войне форсирование водных преград считалось трудным и долгим делом. А сейчас на это нам потребовалось меньше часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На таких учениях проверяют свое мастерство все. От солдата до командующего. Как никогда прежде от слаженности действий экипажей, расчетов, подразделений зависит успех боя. Ни днем, ни ночью не смолкает на учениях канонада и шум моторов. Во имя тишины, во имя мира на планете. Промчиться уйдет в прошлое наша армейская жизнь. Но мы всегда будем помнить о ней. Помнить и гордиться. Мы служили в войсках Московского военного округа. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ